Привет, ниндзи! Сегодня я покажу вам 5 фишечек, таких примечаний, способов, как уничтожать флоу-хиком ноги противника. То есть, как с каких сторон пробивать, что нужно знать, как возможно обмануть и все в этом плане. В общем, более подробно увидишь в видео уроке, это однозначно будет тебе полезно. Подписывайся на канал, ставь лайк и в конце этого видео и под видео есть очень полезные, интересные и эффективные видеокурсы, которые ты можешь забрать. Удачи в тренировках! Итак, в этом видео я тебе покажу 5 фишечек, как можно разбивать лоу-хиком противника. Самое первое, самое главное, это выполнять лоу-хик технически правильно. То есть, противник стал в стоечке. Твоя задача выполнять лоу-хик четко с корпусом, ложить туда ногу. Даже немножко сверху загружать противника. То есть, если у него стоит бедро, оптимальный лоу-хик это когда твоя нога ложится под 90 градусов. То есть, перпендикулярно к бедру противника. То есть, если он стоит в такой стоечке, чуть-чуть согнута нога, мне надо немножко чуть-чуть сверху забросить. Если у него стоечка более широкая, как у боксеров с широкими ногами, тогда здесь надо больше немножко забросить ногу. Но вся твоя суть должна быть в том, что ты должен технически правильно работать лоу-хик. При этом, доворачивая корпус, прикрывая рукой голову, для того, чтобы даже пробивая прямой, он до тебя не достал, а ты добавлял свою лоу-хик. То есть, техника. Это самое первое, то, что дает удару силу и мощь. Чум, сразу, всаживая. Чум, всаживая. Можно с шагом, можно с места. Второй момент, это пробивать разные лоу-хик. То есть, понятно, что если я буду все время лоу-хик, противник будет выставлять блоки. Да? Он будет ориентироваться, сразу понимать. Но есть еще и левый лоу-хик, от которого защититься уже нужно по-другому, и он более неожидан. То есть, я могу разбивать ноги и внутренним лоу-хиком, да, и внешним лоу-хиком. То есть, если он защитился сюда, я буду сразу разбить сюда. То есть, для того, чтобы дезориентировать противника, чтобы он не знал, какой ему блок сталь. Внешний, внутренний, немножко суетился, начинал не понимать, я разбиваю двумя лодки. То есть, работать разнообразно, скажем так. Не просто встать правым, бэм, бэм, и он начинает выставлять колени, и я после второго удара разбиваю себе голень. Нет, этот удар должен быть скрытый, жесткий, быстрый. Поэтому, чун, или левая, оп, или правая. Это такая, вторая, важный такой момент, это работать разными лоу-хиками, разнообразно. Третья фишечка, это скрывать свой лоу-хик. Никогда не работать, ну, скажем так, не то, чтобы никогда, но стараться пробивать лоу-хик после ударов руками, для того, чтобы скрыть. Опять-таки, любой боец, даже начинающий, после одного-двух месяцев тренировок, он уже понимает, что надо выставлять лоу-хик. Поэтому, если я буду сразу с дистанции стоять, бить лоу-хик, то кроме того, что я разобью голень от его колена, я ничего не добьюсь. Для этого нужно работать, скрывать лоу-хики руками. То есть, я сначала поработаю прямые, заставляю его как-то двигаться, а потом уже до бара. Опять, ручки понабросаю, ап, а потом уже добавлю. Для этого я все внимание стараюсь убрать ему на голову, чтобы он закрылся. Много из противников, особенно когда поджимаются в углу, они уходят в глухую защиту. Вот отсюда ему сложно уже увидеть мои ноги. Поэтому я как бы закрываю ему обзор, тюм, отсюда всажив. Закрываю обзор, тюм, отсюда всажив. У него нога вообще расслаблена, потому что он здесь, он думает про голову. Про ноги он не думает. Поэтому логники получаются с двойной силой, более жесткие, в расслабленную ногу чувствуются на урах. Четвертая фишечка – это делать обманные удары ногами. Это уже более сложная такая техника, скажем так, из разряда фокусов саймчая, но очень эффективная. То есть, например, мы работаем, да, опять-таки, я выполняю все эти фишки, что давал, скрываю свои удары, но противник опытный. Все равно понимает, что после руки я буду бить лоуки, и он выставит блок. Поэтому я пытаюсь его обмануть. Я покажу правый лоук, а ударю левый. Вот мы работаем, я оп-чум, пробил на дальнюю ножку лоуки. Не обязательно обрабатывать переднюю, всегда есть еще и дальнюю, и внутреннюю. То же самое. Я даже с дистанцией могу так начать. То есть, я всем видом показал, дернул корпус, оторвал ногу от земли. И, что буду бить лоуки, он выставляет блок. Оп-чум. А я на эту же ножку делаю шаг сразу и пробиваю в дальнюю. Это очень неожиданно. В бою он проходит практически всегда. Здесь есть, конечно, свои моменты, что когда я бью в дальнюю ногу, я оставлюсь на довольно близкой дистанции для прямого. Поэтому здесь нужно не забывать про ручки. Опять обман. Оп-блок. Чум. И сразу прикрыться, чуть-чуть разорвать, или наоборот, дальше сближаться уже с коленями, с локтями. Это четвертая фишка. И пятая фишка. Такая интересная и, скажем так, больше для студии и для зрителей. Это лоукик, которым мы работаем код-блок. Да? То есть, мы работаем, я прикрываю удары, противник выставляет блоки. Чувствуется, как голень попала. Еще раз, опять, блоки. Что ж такое, да? Обычно так и работают бойцы, выставляются, жестко принимают. Я, зная этот момент, показываю, опять-таки, полностью лоукик. Ого, бам! А сам делаю высекание под опорную ногу. Я могу сделать высекание, а могу просто жестко уварить в горе. То есть, сюда джун-блок, опять-таки, блок, рука, бэм! Сюда, в опорную. Я могу пробить и выше колена, как бы внутренний лоукик в правую ногу, под блоком. А могу пробить и в саму голень, то есть по икре, скажем так. Это будет удар в мягкие ткани и, скорее всего, я просто высеку противника и он вляжет на пол на канаты, да, где получится. Все эти фишки отлично проходят не только для ринга, но и для самообороны на улице. В ММА тоже не классно все ложатся, но есть, конечно, свои моменты с борьбой, но это все можно делать, зная, как уходить от партера. Но для улицы все четко тоже, так как на улице накладок нету и любое попадание в блок в колено очень-очень-очень чувствуется, скажем так. И поэтому надо применять лоукик, скажем так, с головой, делая вот эти вот все фишечки. Обманные удары, высекания, как-то прикрывать руками, так как на улице большинство ребят вообще не знают, как защищаться от этого удара. Потому что насмотрелись там где-то, но в бою это все применить тяжело, если ты это не нарабатываешь. Поэтому применяй, тренируй. Удачи тренировок!